Всем привет! С вами Евгений Боровин и сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно подобрать материал для того, чтобы связать крылышки сухой мушкой в стиле Sleep Wing. Поговорим мы сегодня на примере махого пера утки. Данный материал можно приобрести в магазине как россыпью, по примеру, виниарда, также парные пелья, либо вообще приобрести сразу пару крыльев. Крылья продаются в магазинах, либо вы можете приобрести крылья у ваших знакомых охотников и сразу разобрать, допустим, по парам. Одна пара крыла содержит примерно 4-5 пар маховых перьев утки, именно рабочих. Сегодня я вам расскажу, как правильно подобрать пару, если вы взяли перья россыпью, на какие параметры обращать внимание, как правильно делать вырезы, для того, чтобы поставить красивое, правильное крыло сухой мушки. Также покажу вам, как подготовить перо, если оно немного у вас мятое, а такое бывает часто. Ну и, естественно, продемонстрирую три варианта постановки крыла из вырезов маховых перьев утки. Ну а сейчас мы с вами более подробно рассмотрим перо поближе и я вам объясню, из чего оно состоит, на что обращать внимание и так далее. Перед тем, как приступить к работе с пером, нам надо его подготовить. Как вы заметили, наше перо имеет заломы и совсем непригодно для того, чтобы начинать вязать. Для того, чтобы нам его подготовить, нам потребуется чайник кипяченой воды и под действием пара наши оборотки напитываются водой и выравниваются. Сейчас я вам это продемонстрирую. Нам стоит всего лишь закипятить чайник, поставить перо над струей пара и пальцами начинать выравнивать. Если где-то бородки у нас перехлёстываются, мы их расправляем, разделяем и повторяем процедуру. Даже с этого одного раза видно, как перо уже стало более ровным. Ставим под струей еще раз. Поправляем пальцами. Здесь где-то перехлестнулись бородки, но ничего. Для этого его и готовим. Обратите внимание, что перо я держу лицевой стороной вниз. Таким образом, под действием пара наши оборотки стремятся вверх, то есть изгиб она становится более ровным. Если я эту процедуру сделаю наоборот, то сейчас вы видите, то у нас оборотки наоборот будут изгибаться. Поэтому лицевой стороной к пару струей. Ну и вот достаточно неплохо у нас получилось с вами подготовить перо. Давайте повторим еще раз процедуру. Наберем пару и после проделанных всех этих операций, желательно перо положить в книжку под небольшой пресс. Оно подсохнет, выпрямится и будет отличным материалом для того, чтобы связать крыло в стиле Sleep Wind. После того, как наше перо подсохло и выпрямилось, мы можем его рассмотреть немного подробнее. Обратите внимание, это у нас лицевая сторона, тыльная. Перо состоит из стержня. По правой стороне у нас жесткие бородки, это биоты. По левой стороне мягкие бородки, это бородки первого порядка. И скреплены они между собой бородками второго порядка. Сейчас мы с вами перевернем перо. И обратите внимание, вдоль севого пера, а точнее на бородках первого порядка, проходит линия. И если мы внимательно посмотрим на бородки первого порядка под другим углом, то увидим, что бородки первого порядка ближе к стержню имеют жесткую часть, ближе к кончикам мягкую. И вот этот переход между жесткой и мягкой частью мы отчетливо видим на этой линии. Также данная линия будет являться точкой крепления нашего будущего крыла. Сейчас я вам объясню, как подобрать вырез для постановки нашего крыла. Высота крыла у нас равняется примерно длиннее цевья, либо длине крючка. Следовательно, если у нас длина цевья равняется примерно, как я отметил на пинцете, то нам надо подобрать вырез так, чтобы точка крепления приходилась вот на эту высоту. Здесь у нас слишком точка крепления вниз уходит, нам не подходит. если возьмем чуть выше, то точка крепления будет приходиться как раз вот на высоту нашего крыла. Следовательно, делаем здесь и вырез. Ширина выреза у нас будет равняться примерно ширине загиба крючка. Также мы можем взять крючок, либо отмерить и сделать разметку. Вот такой вот у нас с вами получается вырез. Далее мы просто отрезаем около стержня оборотки и повторяем ту же самую операцию с маховым пером с противоположного крыла. Если же мы покупаем перья россыпью, то я рекомендую вам их разложить с правой стороны, с левой стороны и начинать подбирать пару друг к другу. По форме, допустим, мы видим, что это первичные перья, такие более острые. Обратите внимание, вот я возьму крыло и у нас первое первое перо идет более острое, второе более тупое, ну и так далее. Четвертое, пятое будет совсем такой вот без остринки. Следовательно, подбираем сначала по форме, то есть если у нас было вот в крыле первое перо, такое острое, то в пару с четвертым, конечно, нежелательно ставить, потому что у них будут разные рабочие зоны. Обратите внимание, вот здесь более короткая рабочая зона, здесь уже идет более такая широкая. и естественно могут различаться по изгибу. Это тоже влияет на качество крыла. Здесь более такие изогнутые кончики, здесь более прямые. Следовательно, подбираем пару по примерное местоположению на крыле, допустим, вот два острых, и смотрим по совпадению, допустим, рабочих зон. Ну, мы с вами примерно видим, что они имеют примерно в одном и том же месте, плюс-минус, одинаковые рабочие зоны. Так с вами и подбираем пары, формируем. И так далее. Вот, допустим, видим. Примерно третье, четвертое перо. Более тупое. Более широкая рабочая зона у обоих перьев. Прикладываем, смотрим и сравниваем. Плюс-минус похоже. Так формируем пары. Ну, а я уже предварительно подготовил рабочую пару. И с данной рабочей парой мы с вами свяжем три варианта крылышек. Устанавливаем крючок в губки тисков. Фиксируем монтажную нить. Монтажную нить мы начинаем фиксировать немного позади от колечка. Проматываем примерно до середины цевья. И возвращаемся наполовину обратно. Это и будет наша точка крепления нашего будущего крыла мушки. Рассмотрим немного поближе к перу. Как вы видите, у нас проходит линия вдоль сихопера. Эта линия будет являться точкой крепления будущего нашего крыла мушки. Подбираем высоту крыла. Высота крыла будет равняться длине вот этой вот рабочей зоны, а длина рабочей зоны будет равняться длине загиба, либо длине крючка. Примерно отмерили длину цевья. Вот это наша рабочая зона, и это и будет являться высотой нашего будущего крыла мушки. Это у нас точка крепления. Следовательно, вот этот вырез нам подходит очень хорошо. Если посмотрим немного ниже по перу, то увидите, точка крепления находится немного сзади, то есть высота крыла будет очень велика. Поэтому мы вырезы берем примерно вот с этой части пера. Сейчас я подготовлю два выреза, и мы продолжим. Подготовили с вами два выреза с правого и с левого крыла. Это у нас лицевая сторона пера, и блестящая это тыльная сторона. Сейчас собираем две половинки вместе тыльной стороной друг к другу. Сложили вместе. Расположили в левой руке пару вырезов. Обратите внимание, более длинная часть располагается к цевью. Мы с вами отмеряем длину, подносим к точке крепления, набрасываем петлю и придерживая пальцами затягиваем монтажную петлю и делаем два, три закрепительных оборота дополнительных. И теперь проверяем, как наше крыло встало. Встало хорошо, но вы видите, немного с перекосом на левую сторону от вязальчика. Это не проблема в данном моменте. Перо можно пальцами под цевью немного поправить. Сейчас стало более ровно. Когда мы все подправили, нас все устраивает, мы проматываем перо по направлению к загибу. Промотав примерно площадочку миллиметр-полтора, мы с вами можем постепенно отрезать бородки пера излишки, тем самым делаем плавный переход по телу мушки. Допустим, сейчас отрежем три бородки. Отрезали, промотали и повторяем данную операцию. промотали. Периодически расправляем монтажную нить до плоского состояния и проматываем. Снова отрезаем. монтажную нить Закончив проматывать все остатки, монтажную нить возвращаем обратно к точке крепления крыла. Также можно укрепить это все, промотав витком к витку. Подходим к точке крепления крыла и поднимаем наше крыло теперь вверх. Делаю это пальцами правой руки, немного поворачивая пару. крыльев теперь левой рукой мы поднимаем крыло и проматываем небольшую площадочку под крыло. Далее разделяем пару крыльев даббинговой иглой и проматываем между крыльями восьмерочку. стараясь не передавливать ничего. Достаточно пройти один-два раза. Можете поправить. Еще разочек сделаем. И уводим монтажную нить к хвостику. и у нас с вами получается такое крыло в стиле слип винг. Далее мы устанавливаем уже хвостик, если требуется обмот, котила, хакл и заканчиваем мушку. Сейчас мы с вами рассмотрим второй вариант фиксации крыла. Для начала мы фиксируем монтажную нить, проматываем до середины, излишки отрезаем и возвращаем и возвращаем обратно монтажную нить на половину обратно. Это будет наша точка крепления будущего крыла. Сейчас подготовим вырезы и приступим к фиксации крыла. Подготовили вырезы, сложили их вместе, подносим к точке крепления, набрасываем монтажную нить и аккуратно затягиваем. Делаем еще пару закрепительных оборотов, проверяем как ровно легло у нас крыло под цевью и если все ровно, начинаем проматывать по направлению к загибу. Промотав небольшую подложку, что в дальнейшем нам послужит площадкой для намотки хакла более ровной, мы начинаем потихоньку отрезать излишки материала по 2-3 бородки и проматывать, закрывая это все дело по направлению к загибу. не забываем периодически расправлять монтажную нить до плоского состояния, до плоскору. И, как вы видите, у нас все так же получается конусное тело с плавным переходом. Возвращаем монтажную нить обратно к точке крепления крыла. Сейчас мы приподнимем пальцами крыло и монтажной нитью промотаем небольшую площадку под крыло. Ну, а далее мы разделяем наши крылья даббинговой иглой. И восьмерочкой так же фиксируем, разделяем между собой наши крылышки аккуратно. Раз. Проверяем, как у нас ровно нет. Отлично. Ну и можно промотать чуть вперед. Поправим чуть. И промотаем чуть назад монтажную нить. Обратите внимание, крыло уже поставлено. Проверяем ровно оно по оси. Ровно. Ну, а далее мы продолжаем фиксировать уже оставшиеся части мушки хвостик, тело, хакл и так далее. Ну, а сейчас мы с вами разберем третий вариант. Когда у нас уже остались только мягкие бородки. В этом случае поставить крыло тоже можно. И сейчас я вам это продемонстрирую. Фиксируем крючок, фиксируем монтажную нить. Все то же самое, как и в прошлые два раза. Фиксируем монтажную нить, проматываем до середины цевья. Отрезаем излишки. И возвращаем монтажную нить обратно наполовину. Это и будет являться нашей точкой крепления будущего крыла. И сейчас мы с вами подготовим два выреза с мягкими бородками. Подготовили два выреза. Обратите внимание, они мягкие по всей длине. Берем наши вырезы в правую руку. В отличии от предыдущих двух раз, мы будем фиксировать уже кончики по направлению к загибу. Не так, как мы делали в первый раз колечко, а обратно. Отмеряем примерно длину нашего будущего крыла. Перехватываем левой рукой и фиксируем на цевье. Один оборот и несколько оборотов по направлению к колечку закрепляющих. И проверяем, как легло у нас крыло под цевью. Если где-то есть неровности, поправляем. Ну а далее, нам надо наши кончики бородок пера, с одной половинки и с другой, отвести назад. А крыло поднять вверх. Сейчас продемонстрирую. Крыло поднимаем вверх. Обратите внимание, высота крыла, конечно, получилась немного великовато. Ну не страшно, не страшно. С вами сейчас это дело отмотаем. Перемеряем. Я думаю, вот так вот будет достаточно. И зафиксируем. Один оборот и несколько закрепительных по направлению к колечку. Я думаю, вот так будет замечательно. Еще раз проверяем, как это все дело лежит по цевью. Если ровно, хорошо. Если не ровно, поправляем. И теперь отводим наши кончики бородок пера с одной стороны и с другой назад, а крыло поднимаем вверх. Ровно вверх. Перехватываем. Поправляем. И теперь монтажной нитью фиксируем за крылом наши остатки пера. Если вот вы видите, немного съехало, и есть еще возможность, мы это все дело поуправляем. Делая крыло более ровным по цевью. И уже остатки проматываем по направлению к загибу. Здесь я уже не буду резать по чуть-чуть. Я срежу все это дело под углом. И закрою это все монтажной нитью. И в принципе получу также относительно плавный переход по телу ушки. Монтажную нить вернем обратно. Точке крепления крыла. Обратите внимание, иногда бывает такое, что вылетают какие-то бородки. Но это не страшно, можно все дело убрать. С одной стороны. Ну а теперь даббинговой иглой мы разводим наши крылья. И монтажной нитью немножко проматываем восьмерочкой аккуратно. С одной стороны, с другой. И монтажной нить, в принципе, можно вывести обратно к загибу. И мы с вами получаем вот такое замечательное крыло. Симметричное, мягенькое. Дальше мы устанавливаем также хвостики, тело, мушки, хаклы. Как в вашей душе уже угодно, в вашей фантазии. И, в принципе, это тоже такой же рабочий вариант постановки крыла. Всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, наше видео было сегодня познавательным для вас. Вы почерпнете много информации, что-то узнаете новое по крылышкам Sleepwing. И надеюсь, я был вам полезен. И до новых встреч.